Сегодня президент России отвечал на вопросы журналистов со всей страны, как проходила вот уже 14-я по счету встреча с главой государства в кадре и за кадром. Слово Галини Титарчук вместе с оператором Андреем Шоклевым, они работали на пресс-конференции главы государства. Главное информационное событие года – большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Здесь, в центре международной торговли, иностранные, федеральные, региональные СМИ. По предварительным данным, более 1700 журналистов. Из года в год внимание к традиционной предновогодней пресс-конференции президент России растет. В этом году вновь рекордное количество участников. Журналисты готовятся к встрече с главой государства основательно. Пишут заранее вопросы, рисуют плакаты, наряжаются в национальные костюмы. Честно, когда мне сообщили, что я кредитована на пресс-конференцию, я почувствовала радость, счастье, но никак не волнение. А сегодня вот с утра какое-то волнение, не знаю, что-то прям, не знаю, боязнь, страх. И даже на меня это не похоже. Ну, это шаманский бубен, конечно. Он, конечно, декоративный, конечно, мы не у шамана его взяли. Именно такие креативные журналисты чаще всего и попадают в сюжеты коллег. К примеру, работники Оренбургского ТВ с помощью пухового платка привлекли внимание Первого канала. Мы ищем самых ярких, самых красивых, ярких не только по внешнему виду. Нам важно и содержание, яркость самих вопросов. Соответственно, ну, глазами какой-то журналистской интуиции смотришь в толпе, кто привлекает внимание. Ну, я считаю, что все-таки лучше всего обращать внимание интересными содержательными вопросами. Даже, возможно, не внешним видом. Вот мы сейчас общались с коллегами, у них действительно злободневные вопросы и касаются и ситуации в мире, и их регионов в частности. От Чувашии в пресс-конференции принимали участие четыре журналиста. Вопросы для президента готовили, ориентируясь на предложения жителей региона. Пришло порядка 50 вопросов. В основном они касались темы ЖКХ, но были еще несколько очень таких интересных вопросов. Уже такой более федеральной повестки нашего Приволжского федерального округа. Они касались скоростной магистрали Москва-Казань. Железной дороги. Очень быстрой, качественной, которую изначально хотели построить до 2024 года. Но по каким-то причинам планы меняются, и сейчас непонятно, будет она или нет. Вот и хочу спросить от имени горожан нашего президента Владимира Владимировича, будет ли дорога, если будет, то в какие сроки. В этом году, как никогда, аккредитовано большое количество иностранных корреспондентов. Это и понятно. Отношения России с Америкой, Китаем, Великобританией сейчас в центре внимания всего мира. По традиции президент подвел предварительные итоги года. Последние цифры от первого лица. ВВП вырос по итогам за 10 месяцев на 1,7%. За этот же период рост зарплаты составил 7,4%. А доходы населения выросли на 0,5%. Растет и покупательная способность. Сократился уровень безработицы на 4,8%. Растет профицит торгового баланса. В 2017 году, если вы помните, он составил где-то около 115 миллиардов долларов. А за три квартала текущего года уже 157. По итогам года ожидается 190 миллиардов долларов. Укрепляются наши финансы. Растут золотовалютные резервы на 7 с лишним процентов. В начале года они были 432 миллиарда. Сейчас 464 практически. Профицит впервые. Мы имеем профицит с 2011 года. Выйдем на профицитный федеральный бюджет в районе где-то 2,1% ВВП. Ну и растет фонд национального благосостояния примерно на 22%. Первый и неожиданный вопрос от журналистки ИТАРТАС о целесообразности новых национальных проектов. Владимир Путин отметил, что без поддержки таких направлений, как здравоохранение, образование и наука, невозможно нормальное развитие страны. Нацпроекты – это ясно поставленные цели. Они помогают эффективно взаимодействовать с регионами, улучшают качество жизни россиян. Никаких ограничений по тему и вопросам не было. Никаких согласований заранее. Не обошли вниманием и антидопинговые скандалы вокруг российских спортсменов, к санкции против жителей Крыма, пенсионную реформу и переработку мусора. На последний вопрос президент ответил, что ежегодно в России образуется около 70 миллионов тонн мусора, и его нужно перерабатывать. Так что реформа нужна и в этой сфере. До 2024 года по всей стране построят 200 мусороперерабатывающих заводов. В этот раз большая пресс-конференция продлилась почти 4 часа. Был задан 61 вопрос. Галина Старчук, Андрей Шоклев из Москвы.